3 апреля в 19.20 на нерегулируемом перекрёстке улиц Крестьянской-Хлебниково 72-летний мужчина, как позже окажется трезвый, управляя автомобилем «Лада-десятка», совершил наезд на 43-летнего мужчину, переходившего проезжую часть слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в областную клиническую больницу, где спустя неделю скончался. Погибший Андрей Запрудин, подопечной Марины Трофимовой, которая является заведующей полустационарного отделения социальной реабилитации инвалидов. Андрей был инвалидом с детства. В группу к Марине Юрьевне попал три года назад. Он был очень добрым, светлым человеком, несмотря на свои особенности здоровья, а ещё талантливым, говорит Марина Юрьевна. Это было вечером 3 апреля. Он просто шёл домой с прогулки, да, они с ребятами гуляли. Он возвращался домой, один живёт он здесь поблизости. Немного он не дошёл до своего дома. Шёл по правилам, по пешеходному переходу. Это правила ребята не то, что знают, они очень любят их соблюдать и учат других. Постоянно у нас проходят занятия по безопасности. Безопасности, вот лично я как заведующий уделяю внимание, это первое, любое мероприятие, любая поездка, поход. Сначала мы начинаем с правил безопасности, даже когда мы готовим просто. Вот, но здесь очень обидно получается. Он был, как мы с ребятами уже все говорим, он был самый добрый из нас. Он не умел злиться, он прощал людей, даже которые его обидели. И даже когда у него не просили прощения, он всё равно прощал сам. То, что он был самый талантливый, это тоже никто не обидится. Он всё, чему учился, он научился быстрее всех. Моторика развивалась хорошо, он научился на уроках кулинарии, резать овощи тонкими-тонкими такими ломтиками, да. Развивался парень очень хорошо. Были планы большие, перспективы. Очень жаль. Я не знаю, что будет дальше. Ребятам всем плохо очень. Очень много людей, которых тронуло это. Мне пишут даже из Санкт-Петербурга, что вот Андрея знали 20 лет. И когда он увидел, встретил своего соседа бывшего, Андрей пожелал всего хорошего. И он узнал человека. И вот человек тоже. Он оказал помощь материальную родственникам. И очень сочувствует. Андрея Запрудина мы снимали в середине декабря 2022 года. Дело в том, что он был участником Всероссийского фестиваля инклюзивного танца «Уникальные люди» и стал победителем, завоевав диплом лауреата первой степени. Он сразил и членов жюри, и зрителей, исполнив танец в образе Майкла Джексона. Вдохновленный успехом Андрей вместе с Мариной Юрьевной готовил еще один танец. Уже на следующий конкурс, который должен был пройти этим летом, в образе Адриана Чулентана. Но показать его не успел. Но вы думали, что займете со своим танцем первое место? Да. Я так и хотел. То есть вы шли за победой? Да. И будем подготовиться заниматься. Будем. А потом закончим, мать язык, будем селентарно заниматься. Надо добавить, что наезд на пешехода на «Зебре» не единственный за этот месяц пятницу днем 12 апреля. На пешеходном переходе у 10-й школы 84-летний мужчина, управляя ладой коленой универсалом, совершил наезд на 8-летнего мальчика. К счастью, ребенок отделался ушибами и синяками. Куда так спешат водители, игнорируя правила дорожного движения, которые гласят, что подъезжая к пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость. Ведь несоблюдение их может стоить человеческой жизни.